В 1918-1919 годах в Звенигород отправилась экспедиция по поиску исторических ценностей. Она так и могла бы завершиться несущественными находками, если бы один из исследователей Григорий Осипович Чириков не догадался заглянуть в заброшенный сарай, стоявший недалеко от Успенского собора на городке. Среди обычного хлама он обнаружил доску, где из-под копоти и грязи едва просматривался лик Христа. Впоследствии оказалось, что это фрагмент знаменитого Звенигородского чина – уникального ансамбля тренеровской иконы живописи. К сожалению, уцелели лишь три поясные иконы – непосредственно Спаса, Архангела Михаила и Апостола Павла. ПОЦИИ 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 В целом же по традиции образов должно было быть семь. После реставрации, на основе стилистического анализа, проделанного известным русским живописцем Игорем Эммануиловичем Грабарем, было решено, что автором найденных изображений является Андрей Рублюк. Прямых письменных источников, подтверждающих данный факт, нет. Однако предполагается, что заказчиком чина выступил Юрий Зенигоровский, крестник преподобного Сергия Радонежского и основатель Троицкого собора. Ныне Троица Сергеева Лавра. Более чем вероятно, что Андрей Рублев, работавший в данном монастыре, стал исполнителем заказа. Образ Христа, наряду с Ликом Богородицы, был излюбленным для Рублева. Изображая его иконописец, всегда отдавал работе все силы, как духовные, так и творческие. Спас из Иисусного чина ярчайшее свидетельство зрелости таланта художника. Работа отличается значительностью, глубиной и неисчерпаемостью содержания. Именно в этой иконе соединились жизненный опыт Рублева и глубинное понимание образа, а также блистательно раскрылась живописная манера художника. Представление Христа на иконах в те времена было жестко канонизировано. Тип лица, одежда, надписи имени на фоне. Тем не менее, найти две совершенно одинаковые иконы сложно. Как бы ни хотел творец, но его собственная личность всегда накладывает отпечаток, пусть и легкий, на всю работу. Тем более заметным он становится тогда, когда речь идет о таком мастере, как Андрей Рублев. На его иконе Иисус Христос предстает в самом расцвете духовных и физических сил. Он выглядит не отрешенным, суровым и всезнающим, а сильным, спокойным, абсолютно живым, внушающим доверие и надежду. Это ярчайшее свидетельство зрелости таланта художника. Несмотря на частично сохранившиеся лик и фигуру, впечатление от образа создается полное и совершенное. Ни один элемент лики спасителя не подчеркнут чрезмерно. Все пропорционально и гармонично. Открытая шея слегка повернута, в то время как обрамленное длинными волосами лицо обращено непосредственно к зрителю. Это придает всему образу едва уловимое движение. Мастер наделяет Христа типично русскими внешними чертами, делая особо выразительными глаза. Небольшие по размеру и стихосуженные, они внимательно и доброжелательно смотрят из-под слегка приподнятых бровей. Ясный, открытый и благостный взгляд направлен прямо на зрителя. В нем чувствуется желание вникнуть в душу человека, понять и простить его. Характерной особенностью является и чистота используемой рублевой палитры. Лик спасителя прописан исключительно мягкими и светлыми тонами. Следует сказать, что в византийских иконах того времени для передачи лица пользовались следующим способом. Общий коричнево-зеленый тон сильно разбеливали последующим моделирующим объем слоев. А на уста, нос и по контуру глазниц наносили пятна яркой киновари. У Рублева все иначе. Русский мастер использует мягкую светотеневую манеру, так называемую плавь. Тона на иконе положены несколько слоев, с учетом просвечивания более ярких базовых через светлые верхние. Причем выступающие места на лице спасителя покрыты не одним, а многочисленными моделирующими мазками. Тонкий слой киновари положен лишь в определенных местах и только поверху. В результате таких тончайших тональных переходов икона обрела небывалый внутренний свет. Размер иконы, соотносящийся с ростом человека, также выбран не случайно. Во-первых, благодаря этому образ хорошо просматривался из любой части церкви, откуда бы на него ни смотрели. Во-вторых, он позволил художнику сосредоточиться на передаче смысла и настроения своей работы, открыто и ясно изобразить внутреннее состояние Христа, уделив большое внимание выражению его лица. Субтитры создавал DimaTorzok